Фонд национального благосостояния или сокращенно ФНБ представляет собой крайне важный макроэкономический инструмент, цель которого обеспечить сбалансированность федерального бюджета и пенсионного фонда Российской Федерации. За 2020-2021 годы объем ФНБ увеличился в 1,7 раза и составил 10,4 объема ВВП прошлого года. Это увеличение объема средств ФНБ в основном связано с зачислениями иностранной валюты, а также с положительной курсовой разницей и положительной переоценкой акций Сбербанка, приобретенных за счет средств фонда. Использование средств ФНБ за два прошедших года составило более 307 миллиардов рублей, в том числе на покрытие дефицита федерального бюджета почти 301 миллиард и на софинансирование пенсионных накоплений. За прошедшие два года изменилась структура средств ФНБ. Доля активов, номинированных в рублях, увеличилась с 15,4 до 33,9%, а доля в иностранных валют превысила 66%. Из структуры ликвидных активов исключен доллар США, включены китайский юань, японская иена, золото. Доля евро и фунтов стерлингов сокращены. Одной из важных задач, осуществляющих с помощью ФНБ, является инвестирование масштабных инвестиционных инфраструктурных проектов. Средства ФНБ направлялись на финансирование 8 из 12 проектов, включенных правительством в соответствующий перечень. По состоянию на 1 января текущего года инициаторам проектов направлено 680,4 миллиона рублей, или 70% утвержденного объема средств ФНБ на эти цели. В ходе проведенного нами экспертно-аналитического мероприятия выработаны рекомендации российскому правительству по повышению сохранности и обеспечению возможности оперативного использования средств ФНБ.